всем привет продолжаю исполнять ну наверное это даже можно назвать новогодними обещаниями и сегодня мы поговорим про фио m17 их новый флагманский плеер и наверное его нужно называть не портативным а скорее переносным он весьма крупный и таскать его с собой как портатив ну наверное можно если у вас есть какая-нибудь сумка через плечо но большинство все-таки будет его использовать как домашнее такое вот полустационарное устройство понятно что большинство все-таки предпочитает что-то поменьше покомпактнее но в данном случае размер он фактически вынуждены потому что фио сюда разместили как бы ну практически стационарное устройство тут используется 290 38 pro пара тх x тройное или там тх x и а а а а и и трайпл эй в общем как называй а пара усилителей тоже которые используют в основном стационарных устройствах к этому добавляется 660 snapdragon он конечно скорее портативный но тем не менее мощные цапы мощное усиление это фактически вот их большой аккумулятор чтобы все это питать обуславливает весьма крупные размеры а фио решили пойти дальше и предусмотрели тут еще такой совсем почти стационарный режим но давайте сперва расскажу анекдот дня интересно не знаю с чем это связано но получается что жены чаще изменяют тем мужчинам которые возвращаются из командировки на пару дней раньше чем тем которые приезжают вовремя фио подумали что их устройство будет все-таки использоваться в основном дома и поэтому предусмотрели для него такой вот фактически стационарный режим вы выпустили к нему подставку причем с активным охлаждением и добавили в него возможность работы с внешним питанием там к нему подключается 12 вольтовый блок питания и разблокируется или добавляется еще один режим еще более повышенной мощности и в этом режиме сверх повышенной мощности он может выдавать до 3 ватт на балансный выход а так без повышенной мощности на обычный выход там больше одного вата выходит на 32 ома в общем усилители тут очень мощные было много шуток насчет активного охлаждения но в смысле кулера в этой подставке но забегая тоже немножко вперед могу сразу сказать что по факту она нужна в основном для вот этого режима повышенной мощности если не использовать внешнее питание этот режим сверх высокой мощности то он плеер нагревается но не настолько чтобы было нужно активное охлаждение ну и понятно что в данном случае это некий компромисс потому что просто корпус у плеера конечно большой но не на не такой как у стационарных устройств и поэтому так эффективно рассеивать тепло он не может поэтому фио как бы пошли на вот такой вот интересный смешанный вариант решения ценник тут понятно выставлен достаточно весомый заметный 1800 1900 долларов ну и плюс там поправки на аппетиты местных импортеров и таможник ну кстати в основном как бы наценки эти все зависит не от импортеров а в первую очередь от таможни и всяких регуляций которые действуют в стране налогов и прочего понятно что он довольно высокий но при этом относительно я бы сказал что он не высок по сравнению с тем что другие компании скажем просят за это я думаю что фио тут ориентировались скажем на других относительно скромных товарищей в лице айбасу а не на тех кто ломит ценники ну в лице сами знаете кого в принципе наверное достаточно говорить обо всем этом давайте смотреть на плеер подробнее какие-то еще вещи может быть по ходу обзора всплывут приезжает он в такой большой картонной коробке внутри которой находится две транспортные транспортные картонной коробки внутри нее находится две коробки одна с подставкой вторая с самим плеером ну давайте в качестве разогрева посмотрим на подставку тут довольно пустая коробка тут к ней краткая инструкция внутри сам сама сама подставка и обычный кабель usb type-c для того чтобы ее запитать при необходимости подставочка ну скажем удобная и достаточно эффективная под углом стоим стоит ставится сюда плеер так вот ложится ну и тут есть противоскользящие ножки тут есть выступы чтобы плеер не скользил а дальше если вам нужно активное охлаждение сюда просто вставляем шнурок и тут трехпозиционный переключатель конечно можно было бы что-нибудь интереснее придумать добавить какой-нибудь термодатчик который бы автоматически регулировал насколько нужно этому кулеру вертеться или автоматически предусмотреть какое-нибудь подключение для зарядного устройства но я думаю что фио все-таки решили поберечь карманы сделать этот подставку функциональной но скажем не переусложнять и и сама коробка плеера я уже много раз говорил как мне нравится современная полиграфия от фио поэтому не буду повторяться но по-моему выглядит весьма эффект эффектно и в этот раз решили не использовать какие-нибудь там деревянные шкатулки или еще что то такое обычная картонная коробка многоуровневая тут скрепочка чтобы вынимать лоток для micro sd карт а здесь различные бумаги и дополнительный запасной протектор для экрана дальше тут в коробке идет сам плеер с кожаным чехольчиком сделанным в стиле дигниса и дальше под низом находится внешний блок питания провод для него и usb type-c кабель для всех возможных применений как видите в этот раз никаких там коаксиальных переходников или чего-то подобного но я думаю многие из вас догадываются почему их тут нет в комплекте ну а давайте сейчас я уберу со стола и дальше поговорим про внешний вид что касается дизайна тут можно говорить там кому он нравится кому не нравится вкус и это дело такое что каждый считает свой эталонным но в отличие там от ближайшего конкурента в лице максов у тайбаса тут дизайн хотя бы есть плеер конечно крупные и фио решили придать ему такой вот брутальный немного дизайн но сначала смотрите чехол очень симпатично сшит есть решетка для рассеивания тепла но понятно что если вы используете этой подставкой то уже без чехла конечно для того чтобы обеспечить максимальный теплоотвод ну или если вы не используете вот этот вот супер мощный режим то конечно можно и в чехле его использовать удобный чехольчик оставляет доступными практически все элементы управления так что в этом плане он достаточно продуман сам плеер крупный тяжелый если я правильно помню то 700 грамм и вот собственно его фоне остальным керновский sp2000 я помню каким он был огромным на момент выхода ну первая ультима была огромная на момент выхода а теперь в общем то особенно на фоне м17 он выглядит вполне себе таким карманным устройством если бы он еще конечно весил чутка полегче но для этого его пришлось бы сделать из какого-нибудь алюминия то вообще был бы весьма компактным то есть вот если сравнивать размеры он заметно тоньше короче уже в общем меньше по практически всем измерениям но понятно что это устройство сделано для куда более размашистых применений ну давайте наверное сниму чехол чехольчик достаточно свободный поэтому в целом улучшает качество эксплуатации кнопки меньше нажимаются сами по себе и достаточно хорошо тактильно отзывается то есть вот так он будет выглядеть на подставке если его установить вот так вот вид сбоку вот стоит фиксируется на ней очень надежно вот эти вот резиновые вставки снизу и под ним они конечно способствуют тому чтобы он тут хорошо закрепился ну и вентилятор будет его обдувать рассеивая тепло в разные стороны в общем схема рабочая видимо вот сам плеер сделан в таком бруталистическом стиле фио тут эксплуатирует свой то что не называют седьмым поколением дизайна с шестиугольными кнопочками и много всего разместили с разных сторон первое что обращает на себя внимание в большинстве случаев это вот эти вот угловые вырезы сбоку они понятно сделаны в первую очередь для рассеивания тепла но также внутри установили светодиоды которые меняют цвета и могут индицировать разные разную информацию или там уровень заряда батареи или разрешение сигнала и так далее ну давайте посмотрим на кнопки по сторонам тут у нас три кнопки управления воспроизведением и одна универсальная кнопка на котором которым можно запрограммировать тут есть переключатель холда для тех кто хочет заблокировать плеер не знаю кстати зачем он тут особо нужен все-таки устройство не особо портативное но добавили и хорошо и сверху у нас большой набор различных выходов у нас есть два single ended или обычных трех с половиной миллиметровый и 6 и 3 миллиметровый и два балансных пентаконовский двух с половиной миллиметровый причем эти два могут еще выступать в роли линейника то есть тут есть чисто балансный линейник и обычный линейный выход ну и 6 и 3 миллиметров разъем на верхней панели намекает нам на то что фио рассчитывали на использование современных полноразмерных наушников есть аналоговый регулятор громкости и вот под ним находится кольцевой индикатор как уже в некоторых моделях было сделано он плавно вращается но внутри используется гибридная схема когда положение этого регулятора считывается переводится в цифровой формат и уже потом используют для регулировки громкости тут кнопка включения выключения блокировки экрана и еще две кнопки регулировки громкости фио послушали тех кому не нравилось не нравился этот регулятор в м15 а потом послушать тех кто нравился и сделали два альтернативных варианта вы можете контролировать громкость либо с помощью кнопок либо с помощью этого колесика зависимости от того что вам больше по душе я кстати колесика использую чаще и тут еще вот этот переключатель питания от батареи или от сети снизу находится дополнительно коаксиальный вход-выход и разъем для питания 12 вольтового слот для micro sd карточек тут есть 64 гигабайта своей памяти свободных где-то там 48 около 50 но понятно что практически все будут использовать micro sd разной степени емкости и два раздельных юсб тайп си гнезда одно для цифрового подключения то есть там доступа к памяти подключения внешних цапов использования самого плеера в роли цапа а второе для зарядки тут есть поддержка quick charge но батарея тут на 2 9200 миллиампер часов поэтому зарядка все равно занимает около четырех с половиной часов полная в общем весьма прожорливый плеер ну и понятно что с такой стационарной фактически начинкой время работы где-то около в 8 часов плюс-минус с баланс на балансный выход и там около десяти часов на обычный просто эти цапы и усилитель меньше потреблять не могут ну и переходников как я уже говорил в комплекте нет то что тут есть полноценный коаксиальный разъем как тебе обратно за к промазал просто закрыть задняя панелька закрыта вот таким вот симпатичным стеклышком с 3d эффектом тут упоминается тех x вот этот и мне задняя панель это всегда нравилось ну а передняя панель практически полностью занята экраном он 6 дюймовый с full hd разрешением очень достаточно узкими рамками ну самого экрана понятно что тут еще корпус идет по краям хорошие углы обзора симпатичные яркие неплохой очень запас по яркости передача цветов отлично считывает жесты поэтому этому способствует быстрый процессор и 4 гигабайта оперативной памяти целом экран тоже достаточно хороший ну и суммируя резюмируя эту часть дизайн сделан интересным насколько это было вообще возможно для устройства такого размера поговорим о прошивке в она принципе похоже на все остальные плееры от фио но я расскажу про нее подробно если вдруг вы знаете все про прошивку можете использовать временные метки в описании и просто перейти на следующий раздел на ютубе это весьма удобно теперь сделано в качестве основы для прошивки используется 10 android есть google play store так что можно установить сторонние плееры можно установить какой-нибудь стриминговый клиент в общем-то достаточно удобно ну и не обошлось без некоторых доработок в первую очередь здесь в выпадающей шторке добавили выбор режимов очень удобная штука которая мне нравится у фио они по моему в m15 впервые реализовали а потом дорабатывали можно выбрать android чисто музыка то есть pure music это фактически тот же android но вместо лаунчера будет просто плеер режим usb цапа режим bluetooth приемника режим spd фресивера и airplay в каждом из этих режимов сигнал максимально прямо направляется на цап то есть там bluetooth в usb цапе с qualcomm-овского ну или с xmos-овского чипа он идет сразу на цап то есть выбираем нужный режим android отодвигается по боку и тут показываются базовые какие-то настройки и тут можно эти режимы дополнительно переключать если необходимо то есть он спрашивает там переключиться в какой-то из этих режимов ну и в общем-то выйдем из него и понятно что пачку всего разместили в настройках есть вот выбор режима такой же вай фай bluetooth и это все такое же вот кастомные стройки идут в аудио можно выбрать для балансного и обычного выхода должны быть они наушниковыми или линейными как должен работать spgif собственно вход или выход gain можно выбрать тут их 4 если подключить будет еще один дополнительный дальше фильтр низких частот то есть но это не фильтр баса это низкочастотный фильтр работы цапа тут почти большинство опций которые доступны в сабре дальше качество беспроводного воспроизведения баланс коаксиальный выход кстати пока мне не нужен собственно и вот этот апсэмплинг всего в dsd очень удобная штука немножко улучшает звук но заметно жрет батарею должна ли настраиваться громкость на линейном выходе и можно ограничить максимальную громкость свайп назад так дисплей тут настройки показывать частоту воспроизведенного сигнала темный режим вот кстати сейчас включен мне нравится яркость и вот много очень гранулярных настроек индикаторов причем отдельно можно строить этот индикатор и отдельно боковой мы покажу на примере одного можно выбрать яркость может задать свою либо же яркость будет зависеть от громкости температуры или зарядки батареи дальше работает он постоянный или пульсирует или выключен как он должен работать при зарядке и какой цвет тоже можно выбрать автоматически зависимости от аудио формата либо же фиксированный либо менять все по очереди в общем есть что понастраивать или даже просто выключить для тех кому не нравится night light это ночной режим со смягченными цветами обоим тайм-аут экрана можно включить автоповорот экрана включить кстати он даже работает тут есть сенсор размеры шрифта и так далее это базовые настройки и из глобального тут еще есть навигация жестами или с помощью кнопки что должна делать многофункциональная кнопка но правда тут опции полезных особо нет пусть меняет цифровой фильтр дальше таймеры сна и простоя также какие кнопки должны работать если у нас включен hold режим изменения громкости кнопками или колесиком режим в автомобиле это когда подключаете к бортовому питанию и при зажигании плеер включится при выключении зажигания выключится и вот этот достаточно полезная функция просыпаться плееру по двойному тапу но при этом не будет хорошо спать выключен все время будет этот двойной тап мониторить это скажется на батарейке ну и тут я не дорассказал тут в принципе все эти настройки видите они продублированы с тем что мы видели в системе ну а основным по умолчанию плеером является конечно же feel music он тоже уже знаком ну про всякий случай пройдемся по его интерфейсу то есть вот так вот выглядит экран воспроизведения тут крупная обложка информация и кнопочки там избранная плейлисты и все прочее в дополнительных настройках можно посмотреть тоже ряд информации эквалайзер удалить ее в общем тут многие настройки в разных местах дублируются чтобы быстро можно было до них добраться есть поиск плейлисты локальная музыка и медиа сервер для доступа к музыке по сети локальная музыка тоже в целом знакомая медиабиблиотека тут все треки подряд видите списки прокручиваются хорошо достаточно современный чипсет уже используется артисты альбомы жанры и по папкам ну и тут понятно можно везде все это выделять удалять добавлять плейлисты и так далее можно выбрать режим сортировки понастраивать какой необходимо и вот тут есть дополнительные настройки эквалайзер но он тут простой линейный называется пусть будет фиолинк это утилита для удаленного управления одним устройством фиос другого ну или с android можно туда поставить фильм музыку и там поуправлять bluetooth девайс контрола это управление bluetooth устройствами это мы уже много раз я показывал то есть какие-нибудь внешние устройства можно их настройки поменять и тема тут можно выбирать какой будет фон использоваться что вместо обложки по умолчанию и также тут можно выбрать режим экрана воспроизведения если нравится включить этот спектроанализатор мне нравится я включил дальше сканирование музыки передача музыки по вай фай таймер сна продолжать запоминать ли позицию при выключении собственно продолжать и продолжать с указанной позиции воспроизведение без пауза переходить на следующую папку показывать обложку на экране блокировки автоматически переходить на экран воспроизведения после выбора какого-нибудь трека также автоматически искать в сети тексты и обложку альбома если нет replay gain это достаточно удобная штука если у вас есть какой-то сборник в котором треки с разной громкостью то replay gain их под выровнять если там прописано конечно их отсканировано это значение для replay gain а дальше режим юсби выхода dsd over pcm или же dsd to pcm native общем есть варианты как выводить dsd и все остальное дальше должна ли контролироваться громкость по usb но чаще всего нет как выводить mqa на spdiv как выводить dsd как показывать какой из тегов брать для показа в списке по артистам артист или album artist дальше в лимит обложек для альбома чтобы память не переполнить использовать свои уведомления или системный язык но тут есть русский язык я просто использую английский потому что мне он удобнее всегда знакомые термины сразу попадаются сброс базы данных информация о плеере и выход из плеера если он у вас вдруг тут в каком-то эксклюзивном полноэкранном режиме но в принципе все знакомое все работает достаточно плавно и хорошо принято есть тут я не знаю если там не использую какие-то сложные режимы типа там качать торренты прямо на телефоне при этом стриме dsd с вашего локального network сервера то в целом работает все весьма гладко и не хорошо ну и конечно же о звуке думаю кто-то из вас уже слышал какие-то первые отзывы и я могу заспойлерить в общем звук получился очень классный роли наушников для примера у меня тут fd7 лежат просто потому что неплохое очень сочетание но про сочетание наушники поговорим ближе к концу этого раздела в общем плеер нейтральный очень техничный с прекрасным разрешением но при этом не делающий излишнего фокуса на микро контрасте поэтому избегающие ухода в сухую мониторность с отличной динамикой когда это необходимо не пытаюсь не пытающийся что-то украшать или форсировать прекрасно прорабатывающий в целом диапазон в общем один из лучших плееров что я слышал ну и на этом в общем-то обзор можно закончить всем спасибо за внимание но если вы хотите послушать еще немного мой голос посмотреть какие-то примеры можно во всем этом поговорить немного подробнее но я сразу предупреждаю что в целом тут все будет достаточно ровно как в общем-то и его подача уходит он на максимальную глубину по низким частотам прекрасно контролирует бас не пытается там добавить веса или форсировать что-то мелкие нюансы и обертона отыгрывает но опять же не подчеркивает поэтому вот фактически что есть записи то и будет если в записи есть какой-то классный удар он его воспроизведет но и с учетом мощности усилителя он это сделает очень резво и ударно если там на треке присутствует какой-то массивный жирный бас он его сыграет при этом если его нет он конечно не ждите от него что этот плеер что-то будет форсировать или подчеркивать гипотетически можно там поиграться эквалайзером но подозреваю что это у этого уровня устройства это не для тех кто играется эквалайзерами не то чтобы я кого-то осуждал если вам нравится эквалайзер вполне можно себе его использовать просто скажем я для себя понял что эквалайзер крутить можно в куда более недорогих устройствах сейчас есть хорошие софтовые решения и там над хиби и до скажем я не помню кто там нейтрон кажется или нейтрон в общем есть хорошие эквалайзеры поэтому можно обойтись без вот этого всего а такие вот устройства топовый это все-таки для тех кто предпочитает именно даже если поменять как-то звук то с помощью самого устройства ну да аудиофил должен страдать поэтому вместо чтобы крутить эквалайзер покупать следующий плеер за полторы тысячи баксов что поделать каждый получать удовольствие как может и при этом естественно будет и реализм если это какие-то инструменты сложные насыщенные уходящие на хорошую глубину в общем то давайте наверно какой-нибудь пример и первый пример это pink floyd деньги тут в целом можно и в верхней частоты потестировать с этим звоном в начале но бас тут это один из самых знаменитых басовых рифов в истории рок-музыки поэтому кто и такой чтобы не включить сюда бас тут хороший весьма симпатично прописан но при этом не форсирован поэтому для того чтобы его сыграть необходим хороший контроль и этот плеер сюрприз это все выдает и делает и второй пример думаю многими очень любимая группа вардруна ее любят очень много кто это прекрасный микс я даже не знаю фолка скандинавского и много чего другого там от эмби ты наверно до каких-то условно роковых мотивов это звучит свежо интересно красиво не скучно поэтому если вы что-то такое ищите то и вдруг не слышали эту группу вряд ли то послушайте обязательно на райда у них есть какой-то барабан который уходит на такую неплохую глубину и при этом он не подчеркнут и не форсирован поэтому иногда он теряется в записи но этот плеер естественно его находит и выводит на белый свет но опять же не форсируя не выдвигая вперед как и должно быть средние частоты в принципе продолжают эту тенденцию я даже не знаю что про них сказать очень детальный но при этом без гиперреализма очень натуральные естественно с прекраснейшей динамикой которая передает эмоции и все нюансы инструментов если это конечно же присутствует записи и вот собственно по записи он конечно требует очень высококлассного материала как и любой топовый плеер но скажем те которые ближе к нейтральности еще больше потому что если в записи что-то есть он это сыграет прекрасно если этого записи нет ну этого и не будет он не будет там пытаться добавить веса что-то сгладить или подчеркнуть поэтому хороший материал тут весьма и весьма необходим сцена по ширине хорошая не максимальная как у топов но весьма хорошая и глубина очень классно и вот как он строит глубину мне очень нравится это вот наверно одна из сильных сторон этого плеера по глубине воображаемой сцены он делает вот эти переходы очень правильный то есть некоторые плееры делают это разделение плана в глубину очень заметным другие наоборот как-то его размывают а вот тут есть четко позиционирование по глубине и на хороших живых записях которых не так много к сожалению в истории человечества он прямо скажем с топовыми наушниками можно услышать расстановку музыкантов по сцене и в качестве первого примера я даже кстати не знаю как правильно тут расставить ударение пьерик педро педрон пьерик педрон надеюсь что я хоть примерно правильно его произнес это не тот артист которого я часто слушаю он меня в составе какого-то сборника по моему сэмплера hd tracks и change partners просто хорошо очень записанный инструментальный трек и в общем-то в это требует неправильного построения сцены а тут понятно что инструменты очень позиционированы так трехмерный как как это любят на подобных записях и этот плеер это выдает и конечно же необходим хороший уровень реализма и контроля для того чтобы отыграть все вот эти инструменты которые тут присутствуют так что ну в принципе вы уже понимаете к чему я веду и второй пример более частая гостья всяких аудиофильских сборников и частый трек который используется для тестов различными обзорщиками не только это алексис колл and we got fun из прекрасное исполнение классики тут инструментальная часть очень хороша и вокал тоже причем как и основной тон который требует очень техничных и детальных средних частот при этом с прекрасной динамикой так и проработки верхних частот потому что у бертона уходят достаточно высоко и этот трек в общем-то играется очень реалистично ну и собственно плавный такой переход к верхним частотам они в общем-то натуральные естественно с максимальной протяженностью с правильными атаками затуханиями разрешением отличной слоистостью кто ищет плеер со слоистостью всего 1900 долларов и вы его получите и шикарнейшим насыщением обертонами и все это в сумме дает топовые аудиофильские верхние частоты может быть там маленько не дотягивающие до тех топов которые там за три с лишним тысячи но в целом очень отлично играющий верхние частоты плеер и это дает все это ощущение реализма натуральности и прочих 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 аспектов которые ценят в топовых плеерах и в качестве первого примера хироми у ихара take me away в принципе прекрасный тест для всего диапазона от самых глубоких анчей до самых высоких в ч и середину отлично не тесте тестируют потому что у хироми вот это такая немного агрессивная манера подачи не подалки у нее не подачу в нем манер и игры подачи этого плееров профессиональная деформация у меня так вот достаточно агрессивная манера игры энергично и нужна прекрасная динамика этот плеер это показывает ну и понятно что клавиши это всегда уход в верхние частоты обертонами и тут тоже все отлично с прекрасным разделением всех вот этих вот шлейфов для которых и нужна слоистость и второй пример вот это без него наверное тут не обошлось бы тем более что я уже упоминал про классно записанные живые записи это арнедом нерус in a mellow tone я не знаю кстати кто инженер этой записи там кто ее делал не удивлюсь если это кто-то очень знаменитый и я и стыдно не знать таких людей но этот человек был чертов гений он просто придумал классную штуку и записал живой концерт со всеми шумами не толпы но скажем публики в этом заведении где-то записывалось какие-то ходив звон чашек там официанты которые ходят и все это дает шикарнейший эффект реализма кстати не знаю почему так не делают чаще но вот этот трек прямо погружает себя и вот эти вот богатые верхние частоты тут этому способствует ну и собственно плеер который их отыгрывает кстати еще одна интересная вещь которую я лично для себя отметил которая мне нравится это то что он поддерживает apple музыку высоком разрешении то есть если вот взять и запустить high-res lossless 96 килогерц пожалуйста так что даже забавно с меньшими проблемами чем на макбуке получается играть высокое разрешение в плане нагрузки понятно я думаю вы догадываетесь плеер абсолютно универсален и фоновый шум у него очень низкий с чувствительными внутриканалками ну и в 3 вата мощности позволяют ему без проблем раскачать практически все более того практически все что есть смысл совать в плеер хватит и одного вата который он выдает с обычного выхода то есть без проблем но если у вас есть какие-то тугие планары и вы хотите их с чего-то более менее переносного слушать или скажем использовать их стационаре 12 вольт наушники сюда и у вас все может быть не в шоколаде но на очень классном уровне собственно в одном из ближайших обзоров мы как раз об этом поговорим те кто смотрел ли новогодний выпуск знают про какие наушники пойдет там речь что еще про него сказать но в целом наверное все кратко о сравнениях к сожалению его главного конкурента я не слышал айбасу dx 300 макс прошел мимо меня и стальной и титановый и все остальные dx 220 макс ну как бы он отстает в плане реализма и натуральности вот этого плеера 220 форсирует динамику немного больше и за счет этого он в некоторых случаях теряет вот эту вот не теряет скажем он показывает меньшую техничность он показывает меньшую проработку нюансов особенно по краям диапазона два основных конкурентов лет по ценовой категории в лице шанлинг м8 и хиби r8 они уходят в разные стороны от натуральности то есть хиби более сухой и мониторный шанлинг более эмоциональный и подчеркивающий динамику то есть этот плеер натуральнее и лучше контролирует динамику и всякие вот эти вот аспекты то есть он более естественно звучит а сталин керновский сп 2000 эти он более чуть чуть более окрашенный за счет этих своих там экспериментов с лампой всем остальным он как бы для тех кто хочет асталовской окраски и при этом тут лучше динамика и немножечко большая степень реализма а вот топовые ultima там конечно все чутка повеселее и лучше чем фио ну потому что там есть фирменный окрас и при этом он еще немного техничнее за счет этого получается более еще более повлекающие в себя и эффектный звук ну и в целом то что когда-то считалось ну почти кирпичом я миду луту пав гол тач очень похоже но пав гол немного лучше отыгрывает глубокие низкие частоты чутка класс них разделяя и верхняя в чем если наверно как это попытаться это все кратко срезюмировать по соотношению цена-качество этот плеер уделывает топы ну а топы показывают лучшие результаты если как считать в абсолютном зачете в целом наверное пора закругляться какие-то выводы из итогов наверное могу сказать что в этом плеере много классных аспектов и это не только звук который вышел очень крутым фактически этом близко к какому-то стационарному устройству по внутренней задумке и всему остальному но очень классно тут то что это практически универсальное устройство там и стационарные портативная хотите тугие наушники раскачивать без проблем хотите внутри каналки какие-то тоже и при этом bluetooth вай фай и usb коаксиал в общем очень много сценариев которые он вписывается классно android это еще дополняет поэтому можно там нас какой-нибудь подключить еще что-то интересное придумать в общем вариантов много всяких получается с этим плеером и это тоже хорошо для тех кто готов потратить много денег но при этом там не прям безумно я тут сейчас строю немножечко для себя стационарную систему в спальне с большим телевизором про то что будет там в роли видео плеера у меня я расскажу как-нибудь в одном из ближайших видосиков попутно думаю что там поставить по аудио нужен ли мне там саундбар и наверняка это будет какой-нибудь усилок и две относительно небольших колонки и пожалуй скорее всего фио там у меня приживется в роли стационарного устройства ну а пока что я его таскаю за собой я иногда работаю в кабинете а иногда на кухне ношу ноутбук и собственно очень удобно за собой переносить этот плеер так что несмотря на то что он относительно не портативных хотя народ таскает и не такие устройства с собой он прекрасно решает эту задачу выдать очень крутой звук на ходу или в командировке в офисе или дома то есть во многих очень много сценариев которые этот плеер вписывается и делает это с классным звуком так что в целом год начинается на интересной мажорной ноте спасибо за внимание я